Мы создаём какую-то свою площадку, и ни с кем мы не противостояли. Мы самостоятельно создаём свою площадку. И эта площадка открыта для всех. Мы не соперничаем, ни с кем на перегонке не играем. Со своей идеологией, со своей программой есть какая-то некая площадка народа. В том числе туда могут прийти представители русского народа. Смотрите, я понял. Давайте вот мы сейчас, здесь мы категорично никто же не утверждает и не имеет права утверждать, допустим, я вот делаю так. Мы вот здесь сейчас предложим идеи, которые все вынашиваем. Потом подвергнем их обструкции, проверке на вообще нужно это, не нужно. И выработаем какую-то общую линию. Вот моя мысль. У меня какая-то идея есть, она мне кажется верной. Руслан Кутайп вынашивает идею, Ахмат имеет и другие. И вот здесь это мысли в этом. У меня есть проблема, да. Ты свою идею говоришь. Я тоже стихую нашу идею. И тут уж кто как, на что гораздо. Ну, если возражение будет, может быть начнем, потому что сейчас может ждать, долго придется. Ну, давай, конечно. Время, деньги. Да, я сперва зачитаю обращение, доклад, ну, больше десяти минут, терпеть, я надеюсь, у вас хватит. В принципе, мы же ознакомлены с этим. Где другое что-то? Да, вот ты можешь вкратце просто дать информацию и это самое. Да, я же, с закладом мы ознакомились, ты, естественно, еще раз напомнил. Вот что это? Тут, смотрите, друзья, вот я думал это сделать в записи и потом его пустить вообще, чтобы люди услышали, люди подключились. Есть такая мысль, идея. Ну, хорошо это. Ну, хорошо, это добро дали. Конечно, только не больше десяти минут, потому что мы же так тоже мы знаем. Я понимаю, я быстро себя буду считать тогда. Это не столько к вам обращение, мы должны вот сейчас идею, и массам сразу, и, ну, чтобы эта идея получила оттуда поддержку. То, что мы друг друга поддерживаем, это однозначно, мы поддерживаем друг друга. Вопрос, чтобы массы подключились, вот самая главная моя мысль. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые друзья. Рад приветствовать вас на нашей конференции. Цель конференции – выработать общую стратегию по обретению независимости автохтонными народами, которые были порабощены в разный исторический период так называемой Российской империи, русским миром. Здесь собрались представители нескольких народов. Я сознательно ввожу в деловой политический оборот это слово «автохтонные народы». Именно они должны стать главной политической силой на территории Евразии, которую сегодня все воспринимают как Российская Федерация, российский народ, русский народ. Проекты Российская Федерация, русский народ должны исчезнуть с мировой политической арены, так же, как и проекты Советский Союз, советский народ. И самое главное, следует не просто, как сейчас активно используется термин, деколонизировать Россию, а возродить автохтонные народы. Чтобы не занимать ваше время, я не буду здесь сильно развивать тему, так как представил вашему вниманию свое обращение к политикам и народам Евразии от 3 ноября 24 года. И подробно изложил свои мысли на эту тему. Под возрождением автохтонных народов я имею в виду проведение дирусификации народов, живущих в современной России. Русские, россияне, это не нация, это политический проект. По сути, все, кого под разными способами переписали в русских, есть не что иное, как манкурты. Люди оторваны от своих корней, этносов, культуры, языковой среды. Русские, это политический проект мафиозной касты в Кремле. Мы видим на исторических примерах, как политтехнологи Кремля используют свою пятую колонну русских для проведения своей агрессивной политики в разных странах мира. Самое яркое подтверждение, это захват Крыма в 2014 году под знаменем русской весны и последовавшая за этим полноценная война 24 февраля 22 года. Фашистская пропаганда русского мира держит в клещах сознание не только со 40 миллионов граждан России, но и сознание людей далеко за пределами России. Многие представители автохтонных народов утратили связь со своими историческими корнями, своей нацией и фашистской пропаганде удалось внушить мысль, что они русские. И я считаю, те политики, которые имеют своей целью вывести свои народы из-под влияния Кремля, создать независимую национальную республику, должны внимательно изучить проблему и понять, что для того, чтобы их политическая задача реализовалась, в первую очередь необходимо освободить сознание порабощенных автохтонных народов. Мы должны рассказать, донести им правду. Вот почему я относительно детально написал в своем обращении нашу общую историю. В этом коротком изложении исторических фактов я указал самые важные, на мой взгляд, детали нашей истории. Мы сейчас боремся с Кремлем, мафиозным кланом, управляющим Российской Федерацией. И я прямо сказал, прежде чем бороться с кем-то, чем-то следует выяснить, то не представляет из себя, что такое РФ, русский народ. Три этноса имеют прямое отношение к формированию как Российской империи, так и русской нации. Азати, немцы, евреи, именно они внесли большой, больший вклад в создание того, что сейчас называется Российская Федерация, россияне, русский народ. В обращении эта тема раскрыта. Трехсотлетняя история Золотой Орды сменилась в трехсотлетней историей немецкого управления. Потом начинается история команды Ленина, Троцкого, Зиновьева, евреев и революционеров, которая длится уже 107 лет. Сегодня всем очевидно, что проекты России, русский мир заканчивают свое существование. Попытки представителей либеральной оппозиции РФ в лице Ходорковского, Навального и Буткова перезагрузить власть в Кремле с помощью Запада, устранить плохих русских и самим хорошим русским песть в Кремль не уменьшалась успехом. Более того, поддержку не нашла инициатива Ильи Пономарева, который, в отличие от Ходорковского, Навального и Буткова, допускает развал Российской Федерации. С 25-26 ноября он провел съезд народного депутата в Варшаве и представители украинского политического руководства прямо указали на то, что они не принимают их позиции, не будут поддерживать их идеи. Вот выдержки из выступления на съезде народного депутата в Пономарева. Председатель Комитета Верховной Рады по международным делам Александр Мережко Цитата Съезд народных депутатов является очагом демократической легитимности в отношении России. Нам надо искать пути взаимодействия с российской оппозицией. Российская оппозиция пыталась создать по всей платформе. Они не хотят менять суть империи. Они хотят занять место Путина, оставив империю такой, какая она есть. Опасность идет от империи. Менять надо не власть в России, а саму суть империи. Конец цитаты. Геннадий Кутков Цитата Мы потеряли тысячи дней никакого рабочего диалога между любой частью российской оппозиции и украинским политическим руководством не существует. Взаимодействия по всей Европарламенте, Еврокомиссии у нас не получилось. Конец цитаты. Депутат Рады Вадим Галычук От представителей российской оппозиции мы не услышали предложения, которые мы готовы поддержать. Диалог находится в вяло текущей стадии обсуждения, на чем мы могли бы обойтись. Какие наши общие позиции? Со съездом народных депутатов общие позиции определили, а с другими мы не видим точек сотрудничества. Конец цитаты. Ну, относительно перспектив съезда народных депутатов, я выслушу свое мнение. Седьмого ноября СНД произошел раскол. Съезд разделился на два съезда. Я не вижу перспектив у СНД Пономарева. Причина в том, что все русские имперцы, они никогда не пойдут на развал Российской Федерации. У них и дальше будут происходить расколы, разногласия, потому что нет ясной, четкой, консолидирующей народ идеи. Народ РФ разношерстный. Они объединены штыком и пропагандой. Перспективу имеет лишь национально-освободительное движение. Обособление конкретной нации. Строительство национальной республики. В тюрьме народов все уже пребывали. Никакими обещаниями лучших условий в тюрьме никого на борьбу с Путиным не поднимешь. Пономарев тоже не называет своих сторонников политиками. Он определяет их, как и Ходорковский, сопротивлением. Это означает отсутствие конкретных целей, планов. И здесь сам ход исторических событий выталкивает на политическую авансцену новых политиков, представителей автохтонных народов. Я предлагаю создать партию из представителей автохтонных народов и заявить всему мировому сообществу о своих правах на территории Российской Федерации. Можно назвать ее партией автохтонных народов Евразии. ПАНЭ. Это по первым буквам аббревиатура. Партия автохтонных народов Евразии. Цель партии – возрождение автохтонных народов и обретение независимости евразийских наций. Нам следует разбудить сознание порабощенных народов. В партию должны войти представители этносов, лидеры этносов. Они со временем должны привлечь свою команду – политиков, экономистов, деятелей науки, культуры, искусства, спорта, женщин – порядка 50 человек. Это будет национальная фракция в партии ПАНЭ. Таким образом следует сформировать координационный комитет партии из представителей 50 этносов – 500 человек. Они должны создавать в ряды своей фракции рядовых членов партии по всему миру. Десятки миллионов представителей автохтонных народов вынуждены были покинуть землю своих отцов. Они будут нашими союзниками. Солдоваемая партия изначально не будет приводить к конфликту в будущем в борьбе за лидерство, как, например, Ленинской партии РДРП, где внутрипартийная борьба за власть привела к внутрипартийной войне, а затем и к террору мирового уровня. Мы должны сформировать политическую силу по примеру РДРП Ленина, которая, по сути, и сформировала СССР и другие проекты РФ «Русский мир». Только цель нашей партии будет ровно противоположной – расформировать террористической организацией под названием «Российская Федерация. Русский мир». Члены партии будут заинтересованы в поддержке друг друга, в отличие от РДРП. Там была борьба за власть. Здесь цель другая – разрушить империю, и каждый уходит в свои регионы. При этом все останутся союзниками, что положительно скажется на будущей интеграционной работе независимых республик. Целевая задача партии – расформировать террористические организации под названием «Российская Федерация. Русский мир» полностью отвечает запросам Украины, Польши, Турции, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Японии, Китая. Я перечислил лишь самые заинтересованные в развале РФ страны. Если мы создадим политическую силу, именно партию, мы, безусловно, найдем у них поддержку. 21 ноября Михаил Ходорковский заявил, что в России оппозиции нет. 21 ноября он написал пост в Твиттере про оппозицию. Если считать оппозиции тех, кто реально борется за власть, сейчас в России оппозиции нет. И это обычно для любой диктатуры. Есть антивоенные движения, есть правозащитники, есть группы, занимающиеся контрпропагандой, есть группы в диаспорах, помогающие уехавшим россиянам и так далее. Они могут стать оппозицией при изменении ситуации в России. Но сейчас для всех нас более правильное слово – сопротивление. Конец цитаты. 13 ноября в интервью «Дождю» Юлия Навальная заявила, что ни у кого из представителей российской оппозиции нет никаких планов политической борьбы. Их работа ограничивается правозащитной деятельностью, а разоблачением режима. При таких обстоятельствах появление политической силы в виде партии ПАНЭ с конкретными политическими целями, идеями, планами выведет нас в авангард евразийской политики. Можно и нужно говорить именно о евразийских политиках. Тем более, что сами либеральные оппоненты Путина признают, никаких политиков в РФ нет. Так и есть. РФ должен исчезнуть, как и СССР, вместе с их политической системой. Уважаемые участники конференции, вы представляете реальные политические силы своих национальных республик. Вами ведется огромная общественно полезная работа, сформированы различные площадки, объединения, платформы, коалиции, целью которых в принципе являются и те, которые я озвучиваю в качестве цели партии ПАНЭ. Участие в партии не требует отмены работы ваших организаций. Более того, их надо продолжать и развивать. Цель в открытии партии – создать новую политическую повестку на мировом политическом пространстве. Выбить из рук российских либеральных политиков инициативу. Консолидация наших усилий позволит нам стать сильной, мощной политической организацией. Из всех политических инструментов именно партия отвечает этим запросам. Так же, как и РДРП, которая не регистрировалась какой-либо юрисдикцией, так и партии ПАНЭ нет никакой надобности в регистрации. Примем определенные документы и сможем эффективно работать на благо наших народов. Если мы договоримся, мы сможем сформировать новую политическую повестку на нашей земле – Евразии. Благодарю за внимание. Ну, у кого какие еще, может быть, идеи? Урслан Кутаев. Ну, я два слова хочу сказать по поводу твоего выступления. Идея хорошая. Она действительно может объединить людей, но абсолютно не критикуя, поддерживая идею, я то хочу сказать. Мне кажется, задачи там чересчур большие, объемные, массивные, что мы не сможем просто выполнить эту работу. Это чересчур большая работа, где должны быть очень большие финансовые вложения, ресурсы. Люди, в принципе, есть вот сейчас, кто участвует в конференции, вот в данной работе. Кого не возьми, личность, за которым стоят люди, у которых есть организационные возможности, опыт работы и так далее. Поэтому вот единственное, я хочу, чтобы, Иржан, чтобы ты понимал, я не против этого проекта. Я просто боюсь, что мы продекларируем об этом, и мы не сможем ничего сделать. Если кто-то, ну, ты спикер, если ещё кто-то хочет высказать это одно, если нет, я… Какие мысли у нас есть, я озвучу, если ты представляешь слово, если кто-то не хочет по поводу твоего выступления сказать. Ну, если желающих есть, выступят, если нет, давайте тогда послушаем. Я хочу высказать. Там вот начало вступления был такой эпизод, типа как, Иржан, извини, конечно, взял русских в действии, короче, уничтожил, типа как, это не нации. А вот мы же работаем, короче, мы же работаем в форме «Славный пост государства», «Лига свободных наций», «Свободный директор» в организациях. Нас поддерживают. Какой-то сейчас русских. И где-то около 17, короче, регионов русские создали, они хотят отделиться от Москвы. Они наши союзники. А ты им взял и их, короче, поставил на них крест. Тут с нами должны быть союзники. Допустим, Ингрен, Ингрен, Маландия, Ингрия. Там сплошь русские, а точнее русские. Мы вместе с ними. Сибирский край. Там, короче, очень много таких организаций. Мы, короче, мы соратники, единомышленники, мы вместе должны развалить русскую империю, а значит, они вместе с нами должны быть. Вот мое мнение. Я закончил. Спасибо. Ну, вот это у меня выступал Рафис Кашапов, председатель правительства независимого Татарстана. Я Рахмель, Рафис, уважаемый. Смотрите, я отдельно еще предлагаю потом. Мы сейчас вот идеи озвучиваем. Вот здесь выказывают идеи, значит, Ержат Тургумбай, казахский политик. Руслан Кутаев, у него тоже своя идея есть. Мы вот, если у кого-то есть еще, мы сейчас выставим... Да, да, можно я добавлю про это? Саламу алейкум еще раз, друзья, братья мои. Саламу алейкум, ассаламу рахматуллаху в бараках. Я представлю, секунду. Я представлю, секунду. Ахмад Ахмедов, президент Всемирного Конгресса Народов Дагестана. Пожалуйста, Ахмад. Знаете, что я думаю? Каждый из нас проводит какую-то работу. Каждый из нас самостоятельно вносит какую-то липту в деле освобождения своих народов и свободокупации. Я считаю, что создание такого рода проекта оно нам ни в коем случае не помечает. Это сугубо мое такое, знаете, может быть, не самое правильное мнение. Вы можете не согласиться со мной, но я хочу сказать, что работа над таким проектом, мы и так эту работу делаем. А если мы объединимся вокруг этого проекта еще, если мы попытаемся каждый из нас найти какую-то липту в создании этого проекта, дать им дыхнутную жизнь, почему бы и нет. Мы и так эту работу проводим, давайте немножко возьмем еще там, сверху нарисуем такую оболочку, картинку, скажем, для того, чтобы уже привлечь финансы, уже привлечь немножко другие, скажем так, ресурсы других заинтересованных лиц. Я считаю, что проект очень интересный, я целиком готов его поддержать. И так мы эту работу проводим. А если мы сможем объединиться, чуть больше поддерживать друг друга, подперед плечом друг друга, я считаю, что очень хорошая идея. Но при этом ни в коем случае не снимать вот те корректировки, которые вносит на физка Шипова то, что говорит, то, что наш брат Руслан Гутаев говорит и так далее. Давайте в ходе наших общения, дискуссий примем лучшие варианты того. Но целиком идея хорошая, пусть Ившня Аллах поможет нам. Реплика небольшая. Друзья, я вот в своем докладе специально, я к нему серьезно готовился. Ну, вроде бы мы так просто встретились незначально. Еще раз. Я всю российскую оппозицию, так называемую, Навального, Навального Юлии, вот недавно, вот этот Ходорковский, 21-го, неделю назад, да. Это очень важно. Геннадий Гудков, вот, Руслан, это ваш друг, наш друг, да, я, нет, это, я его тоже считаю своим другом, да. Он прямо сказал, тысяча дней пошло понапрасну. И вот здесь то, что я вот, руководитель, председатель комитета Рады по международным делам, Александр Мережко, он прямо сказал же, вы идеи не тядуете, менять надо не власть России, а саму суть империи. Ходорковский, он считается самым там, ну, серьезным политиком, Навальный там президентами обнимается, у них нет идеи, повестки, они сами руки поднимают. И здесь, если мы как политики, если они говорят, мы у нас, мы не политики, мы сопротивление, по сути, они блогеры. А я как бы говорю, вот политик, Ахмат Ахмедов, Руслан Кутаев хотят в каждой своей республике взять власть и привести народу к благоденствию. Мы политики, и вот здесь нам надо заявить, нас не видят, нас не слышат. Если мы объединимся, скажем, мы политики, это Российская Федерация, наша земля. Раньше вы считали нас там, кто-то был, белый человек, а там туземцы, мы не туземцы. У нас, в отличие от Ходорковского, Навального, я в 2018 году и свои политические цели имею, задачами, программу партии. Вот в чем суть. Меня-то никто не знает, их все знают. И вот здесь, Ахмат, вы правильно говорите, деньги нужны, деньги не важные. У Ходорковского ресурсов более чем достаточно. Я, заходя в российскую политику, по сути, привношу опыт казахской политики. У нас тоже были политические работы. Мухтар Аблязов, он еще в каком году? Раньше некоторые проекты реализовывал, чем Ходорковский. Мухтар Аблязов, который, с его слов, имел в руках в своем управлении активы на 20 миллиардов долларов. Он только в Москве 4 или 5 миллиардов долларов потерял. Ему власти Казахстана через суд вменили 7 миллиардов долларов. Мухтар Аблязов говорит, что режим с ним на борьбу потратил 1 миллиард долларов до 2014 года. Здесь не только деньги, здесь идеи, здесь опыт нужен. Ну и что-то правильно что-то выстрелит. Мы что теряем? Вот работает ассоциация, ассамблея. Если эта идея выстрелит, она нас всех выкинет. Вот в чем вопрос. Ну давайте, уважаемый Руслан Кутаев, вам слово. Я приветствую всех наших друзей и братьев. Исас Садыков. Да, Исас Садыков. Я профессиональный военный, бывший. Я родом из Грузии. Представляю сегодня Азербайджан и, можно сказать, Грузию. Я приветствую и очень хотелось бы, чтобы мы почаще встречались не только в таком, но и более расширенном составе. Не мы первые и не мы последние. Уже свыше 300 лет наши народы и представители наших народов ведут борьбу с этими варварами, с общим нашим врагом. Мы ведем эту борьбу некоторые представители наших друзей, которые здесь последние вот эти 30 лет. Я не исключаю, что эта борьба за свободу, независимость может еще затянуться на годы. Но очень важно сегодня в условиях, когда Россия ввязла в этой войне. Она ослабла. Я думаю, нет необходимости доказывать. Очень важно сегодня объединить наши усилия. Вот взять, к примеру, здесь есть представители разных народов. Взять чеченцы. Вот Руслан Кутаев, уважаемый мной. Чеченцы, только если взять за последние 30 лет, потеряли огромную часть своего населения и ведут борьбу. И это понятно, что рано или поздно эта борьба приведет в конце концов к независимости. Здесь есть Ахмад Ахмедов, президент Ассоциации народов Кавказа, который тоже ведет. Есть здесь в Атрофисе, значит, правительство изгнания Татарстана, есть представители Казахстана, Азербайджан, есть у нас друзья с Грузией. Было бы очень важно объединить наши усилия сегодня. Это очень важный фактор. Мы еще в 22-м году, Руслан знает об этом, Ахмад знает, вот мы встречались в Киеве, там обсуждали эти вопросы, пытались создать вот этот координационный центр, чтобы совместными усилиями наконец-то положить конец вот этому гнету. Сегодня есть эта возможность. Сегодня невозможно говорить о независимости, к примеру, Дагестана. Когда? Тогда, когда Грузия, Азербайджан под полным контролем, значит, сегодня Российской империи. И вы знаете, что происходит сегодня в Грузии. Никто не мог этого ожидать. То же самое и Азербайджан. Он полностью повернул и находится под властью Путина. Поэтому объединивать эти усилия, мы раз и навсегда совместными усилиями сможем положить конец вот этому гнету, этой империи. И мы однократно говорили, сегодня будет очень важно сделать подобное заявление, что накануне и в ходе визита значит, наших так называемых президентов и Путина в этой республике сегодня сами тех самых СНГ, этот самый Казахстанин, многократно усиливаются бомбежки вот этих городов. Ахмад Ахмедов там, наш брат, он там, в Киеве, он знает, и они это самое чувствуют на себе вот это, какие сейчас проводятся там бомбежки вот этих крупных городов, в частности, и Киева. Обязательно надо сделать заявление, если есть такая информация, о чем они договаривались, какие там это самое, есть соглашения, было бы неплохо Эржамба, если бы поставили нас известным. Вот этот проект, который мы обсуждаем, это всего лишь проект. Может быть, будут новые предложения. Вот как сказал Ахмад, я полностью с ним согласен, что это не помешает нам, не помешает и то, чтобы мы объединили наши усилия. Я еще раз повторяю, мы все оказались, не только субъекты России, но и постсоветские вот эти республики оказались точно такой же ситуацией. Говорить о независимости сегодня Азербайджан и Грузии, по-моему, не уместно. Пока столько. Казахстан полностью зависит от политики Кремля. Внутреннюю и внешнюю политику определяет Кремль, Путин, Тухаев, глист, торчащий из задницы этого Путина. Вот видите, какая ситуация. Почему я захожу, будем говорить, на ту территорию? Ну, уважаемый Руслан, вы сказали, у вас подготовлено свое какое-то видение. Мы вас слушаем. Уважаемые друзья, я еще раз приветствую вас всех. Отношусь ко всем с большим уважением. Проект, который я сейчас представлю, это проект Ассамблеи народов Кавказа. Мы рядом с Союзом Павловских народов, с казаками создали общероссийское движение, это было, но мы его преобразовали в Турцию на конференции, Союз за освобождение всех народов. Здесь мы не ограничили никакими рамками никаким государством. Так вот, Союз за освобождение предлагает следующую у нас инициативу. Мы предлагаем создать форумы, постоянно действующий форум с рабочим названием «Союз за освобождение путь к независимости». Международный форум представителей нерусских народов для борьбы. Какая борьба предполагается? Право на самоопределение и независимость, прекращение российской оккупации и восстановление суверенитета нерусских народов, создание международной платформы для координации национально-освободительных движений. Сразу хочу сказать, ИСА, что ты говорил, и центрально-азиатские и южно-кавказские государства сегодня находятся фактически под тяжелейшим надзором Российской Федерации, Кремля, путинской власти. Поэтому в равной степени здесь мы и предполагали, что эти народы и с этими представителями этих народов и переговоры провели, многие поддержали. Вот такие цели обозначены. Формат работы. Это ежегодные пленарные заседания. Эти могут быть в год один раз или в год два раза, в зависимости от того, насколько участники посчитают это нужным и возможным. что на этих пленарных заседаниях предполагается? Принятие стратегических решений и резолюции в рамке того, что я раньше обозначил, подведение итогов работы и постановка задач на следующий год в пленарных заседаниях. Между ними создаются рабочие комитеты и группы. Рабочие комитеты и группы какие? Это просто их может быть и больше, и может быть и меньше. Вопросы международной поддержки и дипломатии. Подготовка правовых оснований для независимости. Это очень важно. Я готовил документ обращения Организации Объединённых Наций на повестку дня Генеральной Ассамблеи. И когда я там работал, это очень важно. Основания это очень важно. И там должен быть очень хороший опыт, и поэтому там надо работать. И медийная информационная работа в поддержку той работы, которую этот форум собирается проводить. Постоянная коммуникация участников этого форума. Онлайн платформы для обсуждения текущих задач, ровно то, что мы сегодня делаем. И возможные созывы экстренных заседаний, при необходимости. То есть, то, что может быть вдруг внезапно, когда может быть нужно будет помимо один раз в год или два раза в год, надо будет встретиться, это тоже обсуждается. И какая могла бы быть повестка дня на первом заседании этого форума? Открытие форума, приветствие участников форума, провозглашение миссии обратно, содействие полному самоопределению и независимости нерусских народов. Представление программного манифеста это очень важно. Всё-таки вот объединённые вот эти народы должны представить объединённый манифест под названием «Право на свободу. План освобождения нерусских народов». Дискуссии. Мы так, я предполагаю, в дискуссии могут быть панели, ну несколько панелей я обозначил. Исторические политические основы для самоопределения народа, конкретные шаги к независимости, дипломатии и международной поддержке, создание рабочих групп и комитетов, о которых я чуть раньше говорил, и принятие итоговой резолюции форума. Самое главное вот в этом заявлении должно звучать и оно должно всегда от начала до конца присутствовать. Заявление о нерушимом праве нерусских народов на независимость. И план действий на ближайший год, включая международные обращения, конференции и кампании разные. Уважаемые друзья, я закончил и ещё раз хочу закончить с тем, с чего я начинал. Союз названия форума, которого мы предлагаем, союз за освобождение, путь к независимости. отлично. я лично полностью поддерживаю двумя руками. Руслан Братов, полностью поддерживаю. Вот то, что вы сейчас эту идею бумажно видят, распространите, пусть каждый дальше распространяет, ознакомимся, я лично подпишу, войду. Одно другому не мешает. Значит, хочу дополнить, мы сейчас ведём консультации, я ещё раз говорю, я ко всем участникам большим уважением отношусь, но у нас есть люди, которые поддержали этот форум, которые вообще, я слышу, уже поддержал, кстати, мы с тобой тоже эти переговоры ведём, и ты являешься одним из тех людей, с которым я постоянно нахожусь на связи. Так вот, что предполагает из себя, какие юридические нормы в той стране, где этот форум будет представлен, там его надо будет зарегистрировать. По крайней мере, предварительно мы думаем, что это Германия и Берлин. На следующей неделе у меня встреча с руководителем политического департамента МИД Франции. Я там с ними тоже буду обсуждать этот вопрос, им он очень интересен. Специально не исключено, что заместителем министра иностранного дел Франции я буду встречаться, но в любом случае по этому форуму я с ними буду говорить. Если они предложат, поддержат и скажут, мы хотим, чтобы было у них нет проблем, значит, мы это сделаем там, но я думаю, лучше, чем в Париже, если мы заседание форума будем проводить в Страсбурге. Я думаю, это будет лучше, и тем более я попытаюсь площадку для проведения форума нам пробить, чтобы мы скажем, свой форум проводили на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. Но мысли такие есть, ещё нет договорённостей. Когда я буду встречаться в мире Франции, я думаю, что-то прояснится. Вот примерно вот такая идея форума. И последнее, действительно последнее, то, что мы предлагаем и то, что предложил Южан, это абсолютно не противоречит одно другого. Это два политических проекта, которые могут только дополнять друг друга и наполнять друг друга. Здесь это не альтернативное предложение, это просто предложение то, чем мы действительно занимаемся, что мы идём и мы собираемся притворить. Спасибо за внимание, извините, если я много говорю. Можно я Жан-Бей? Давайте. Да. Спасибо, Руслан. С большим удовольствием и двумя руками поддерживаю эту идею. Самое главное координировать наши усилия, объединить наши усилия. И если мы объединим и представим вот эту нашу силу, я не знаю пока в какой форме он будет выглядеть, нас признают. Я ничуть не сомневаюсь, мы уже давно живём в Европе, обязательно будет поддержка. Мы можем даже, Руслан, исходя из тех идей, которые сейчас выдвигаются, создать общие площадки, то есть общие каналы какие-то, телевидение, сайты. Это очень важно. Сегодня нужно разобраться, кто именно, какие и сколько организаций существует. Эти организации принять во внимание, составить вот эти списки, и те, которые хотят войти, вот это самое движение, они уже сегодня должны заявить, и с ними уже надо начать переговоры. У нас, к примеру, вот есть конфедерация народов Кавказа, есть конфедерация народов Дагестана, есть Лига свободных наций и много таких организаций. Мне бы очень хотелось, чтобы мы все объединили наши усилия. Есть представители Татарстана, правительство изгнания. Если мы сегодня говорим о какой-то организации, которые ведет и будет вести, и учитывая те угрозы, которые есть сегодня, они существовали и существуют, сегодня Россия заявляет о том, что не исключают возможности ввода войск в Абхазию, Грузию и так далее. Я думаю, в перспективе можно будет поднять вопрос и общей армии, которая может быть на случай вот таких провокаций где-то в каких-то регионах. Мы рано или поздно все равно придем к этому. И я думаю, что вот этот координационный совет сейчас, он поможет нам быстрее разрешить все эти вопросы. Я очень надеюсь и очень хочу, чтобы мы объединили наши усилия, чтобы мы были вместе и вместе вели эту борьбу. Это поможет и Украине, и украинскому народу раз и навсегда покончить с этой войной. Друзья, я извиняюсь, я думал раньше предупредить, вот желательно нам вот себя, когда сидим здесь, чтобы фотогенично выглядело. Виталий, Виталий, к вам обращение. Мы запись делаем, я сразу сказал же, мы должны народ разбудить. То, что мы друг другом разговариваем, мы друг друга ценим, уважаем, мы понимаем, я любую инициативу Ахмада, Руслана, поддержу, потому что дух один у нас, да, вот то, что идеи, которые питают, и меня поддерживают они. Нам надо народ разбудить. Вот здесь мы сидим, азербайджанец, казах, татарин, дагестанец, чеченец, еврей, туркмен. Я к чему вот разбудить самоосознание автохтонных народов. Есть люди, которые еще не проснулись, их русскими обозвали, их русскими призвали, заставили, их надо разбудить. Это может затянуться борьба. Россия, Путин сам признает, Россия может разбудиться только изнутри. Поэтому нам надо на сознание работать, вот на сознание. Вот я, когда мы начинали разговор, я вот, Виталием пообщались, он еврей, я здесь указывал, вычитали, там, национальные вопросы затрагиваю. Это очень тонкая материя, мы понимаем, да, но тем не менее, если его не разобрать, то у нас никакого я не вижу, мы не разберемся в пути. Я сказал же, что такое Российская Федера, что такое русские. Вот моя работа, цель именно это преследовала. Внутри, я против русских ничего не имею, есть мой друг Денис Угрюмов, он еврей, я буду, говорит, он какую-то республику поднимать, я забыл, это какой-то, ну, Ингрия, 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 поднимет. Я говорю, мы сейчас, если во весь голос создадим силу, 50 этносов, 500 человек, Конституционный комитет, мы перехватим инициативу. Руслан, я здесь с вами позволю не согласиться, чтобы конкурировать. Мы должны забрать инициативу, мы должны забрать так называемых либеральных политиков. Нет, нет, извини, я говорю, мы не конкурируем с твоей идеей. А, я извиняюсь, да. Да, конечно. Мы не должны кричать о том, что мы с ними конкурируем. Мы должны свою площадку развить, чтобы Пономарев пришли к нам туда. Если мы будем работать, значит, оно так и произойдет. Для них мы тоже открыты. У нас есть цели, которые мы разглашаем. Тем более, я прямо сказал же, Михаил Ходорковский это опытный политик, в 2003 году он претендовал на верховную власть в России. Понимаете, я тогда шел в 2018 год, но тем не менее он же прямо говорит, из песни выкинешь, мы не политики, мы сопротивление. Навальный говорит, у нас нет идей, планов. И вот здесь, если мы явим этой идеей, планы, то, я считаю, у нас огромный перспектив откроется. Я пример привел, украинские политики, что говорят, Геннадий Гудков, ПАСЕ, ОБСЕ, везде он там был, они везде ломились, им сказали, нет, вы их просто хотите поменять, а как Мерешко сказал, менять надо не власть России, а саму суть. А саму суть мы предлагаем, и вот здесь мы перехватим. Так что, у нас есть все основания продвигать два проекта, которые я предлагаю и Руслан, уважаемый. Иржан, пусть другие скажут. Иржан, я хочу предложить коллегам всем, для полноценной работы нам нужны международные адвокаты. Без этого ничего не получится. Нам надо найти, искать, может, даже у кого есть знакомые, их надо привлечь, чтобы партия работала полноценна. Я закончил, спасибо. Давайте сейчас послушаем у нас Азат присутствует, Хайя Баев, национальная борьба Туркменистана, да, и потом и далее. Слава Валикова, здравствуйте, еще раз. Я бы хотел ваше выступление в начале, конечно же, чуть-чуть скриптировать, действительно, чуть-чуть там получилось, русофобские настроения. Я, конечно же, не русофоб, но я против кремлевской власти, потому что Путин является военным преступником даже по уголовному кодексу Патистическая Федерация, 353-я статья. Все юристы об этом, наверное, знают, что он является по 353-й, 350-й статье он является военным преступником, и он должен по идее уже сидеть в местах отдаленных, даже в России. Но, к сожалению, российские общества, к сожалению, она испугана. Да, есть там некоторые факторы, что в свое время, в начале 90-х, нулевых, Россия проявляла против нас меньшинства, которые живут на территории сейчас современной России, проявляла геноцид, тот же факт является чеченцы, дагестанцы, первая чеченская, вторая чеченская, или дагестанские события, да, ну, он же и против своих же русских делал уже то же самое, взрывал здания, чтобы прийти к власти, это начал нулевых. За это нам надо, как, как говорится, действительно, вы правильно сказали, что надо все-таки с российской оппозицией, хотя они, если, ну, не знают, как они двигаются, у них дорожная карта нету, это мы должны им тогда этот пример быть, пускай они тогда потом в концовке подключаться к нам. И правильно сказал Руслан Ага, надо, говорит, дорожную карту составить, вот, как наш представитель из Азербайджана и Грузии, ИСА, он сказал, надо двигаться вперед и скоординировать все это, а потом уже действительно, если кто хотят из либеральной оппозиции, из русских либеральных оппозиционеров, пускай просоединяются. А так, мы чем будем отличаться от тех же самых крымлевских варваров, которые уничтожают нацменьшинство, путем даже элементарно они в Украину отправляют тех же самодагестанцев, якутов, и они уничтожают по идее нацменьшинство. Бурятов. Это называется хотя война, но это по идее является истреблением народов. За это я, конечно же, согласен и с вами, Ежджан, но вот ИСА, по-моему, представители Азербайджана и Грузии, и Руслану Кутаеву, они старше меня, и вот они, наверное, внутренне некоторые видят, и за это нам надо, правильно сказали, составить дорожную карту какую-то, и, как Услана сказал, собрать конференцию, собрать конференцию, и потом, если либеральные политики из России если хотят присоединиться, тогда да. Почему я не проявляю вот этого русско-фокусского характера? Просто в начале 90-го в Туркмении была такая организация, называлась Ахзаберлик. Ну, во всех странах, наверное, посттуркских странах это было Ахзаберлик движение. Вот они требовали, вот, туркменская филиала Ахзаберлик, они требовали Туркменистан только для туркменов, а Ниазов был, он очень хитер. Ниазов полностью уничтожит и этих нацменьшинств, которые имели власть там какую-то руководящую юристы, адвокаты и там подобное, и этих чрезмерных националистов уничтожил. И получился в Туркменистане сейчас полнофеодальный рабовладельческий государство. Я понял, Ахзаб, уважаемый, ну, вы не поняли видать меня, здесь речь, меня никоим образом никто не может предписать русофобы, националисты, как они раньше любили, зайдут в Чечню или там Дагестан или Ташкент, или вы националисты. Нет, вы, скорее всего, не ознакомились с моим обращением от 3 ноября, я там четко написал. не-нет, я вас понял, я понял, секунду, межнациональные отношения это очень, знаете, осторожно здесь надо ходить, я юрист, я юрист, меня здесь никто не может написать русофобам, я вам ваше внимание сейчас вот, смотрите, Игорь Яковенко из такой общественный деятель, политический, Он тебя не обвинил, Ердар? Он тебя не обвинил? Нет, нет, я не в этом. Другие могут подумать, говорю. Он меня не обвиняет, мы друг с другом. Мы здесь коллеги. Мы друг с другом, друзья. Слово-то, видите, это слово уходит людям. Люди могут интерпретировать по-разному. Смотрите, почему я вот эту тему поднимаю. Для Азата это незнакомая тема. Внутреннюю политику я говорю. Я о чем говорю? Я говорю, в России 13 субъектов федерации казахской земли. Мой папа, моя мама родились в Оренбургской области. Я все время детства там проводил, в Оренбургской области. Казахские земли, это столица наша была. Дело в чем? Дело в том, что несколько миллионов казахов переписали в русские. Вы понимаете? Вот о чем дирюсификация. Тех, кого заставили казахов, якутов или еще кого-то в русскими, вот провести дирюсификацию. Они же террористы. Они же им вольно не спрашивали. Их побуждали, их принуждали. И вот таким образом, я говорю, сформировалась вот эта нация. Вот смотрите, перед вами речь Игоря Яковенко. Российский народ это совокупность людей, которые живут на территории, но не обладают субъектностью. Российской политической нации не существует. Ее просто нет. В этом большая беда. Публицист и социолог Игоря Яковенко о проблемах пассивности российского народа. Это для него беда. Для нас это счастье. Потому что у них не получилось создать вот этот народ. Вот недавно я показывал, помните, когда депутат Аддагастана Хамраев, за ним потом Толстой, они нарратив выдвигали кремлевский. Всех запишем русские. Вот здесь у них проблема заложена. Нет ни русских, ни россиян. А есть народы, этносы, которых записали. Вот в чем моя идея, уважаемый Азат. Вот это я хочу донести. И там, внутри, вот эту, проводить работу, объяснять. Это мы, да, мы вот, я, допустим, все, Руслан Кутаев, он знает чеченец. Другие знают свой народ. Но есть миллионы людей, которые оторвали. Я вот, когда обращение писал, там есть Черноцвитов, блогер. Он прямо сказал историю своего рода. Я говорю, это русский, но я не русский. Вот это видео, если посмотрите, это то, что я говорю. Можно я добавлю, если вы позволите. В первую очередь хотел бы ответить Руслану Кутаеву, нашему брату. Руслан, любые твои политические шаги, любые твои политические проекты, они лично мною, как младшим братом, будут поддерживаться. И всегда будем рядом. Те дагестанцы, которые идут за мной, те люди, которые слышат меня, они всегда будут идти за тобой, мой брат Руслан. Почему? Потому что твой политический опыт, это просто феномен для нас, Руслан. Чтобы ты понимал, мой старший брат, для нас феномен в плане твоего опыта, умения, коммуникации с другими народами. Мы тебя не просто знаем, как Руслана Кутаева, мы тебя любим, как брата. Брата, который никогда нас, дагестанцу, не предавал и никогда не предаст. Это первое. Второе. Костаевым, Ержан Ажан, я еще раз повторяю, этот проект нужен, партия нужна и ее нужно создавать. Третье. Отвечаю вот этим нашим маленьким поправкам и так далее. Мои дорогие друзья, мои братья, эти поправки, эти дискуссии у нас будут идти. Иначе грош нам всегда из этих дискуссий не будет. Мы должны тщательно подбирать каждое слово и вдвеченно проводить и составлять программу своего видения развития данной партии, данного проекта. Поэтому, если даже что неправильно сейчас нам сегодня там зацикливаться на этом, обсуждаем. Ержан Ага, к вам просьба. Не берите остро, не воспринимайте эту дискуссию и эти замечания. Примите их, да, конечно, услышьте людей. Иначе мы за вами не пойдем. Вы должны нас слышать. Если даже вы не правы, услышьте. И у вас всегда будет возможность, а бодрость у вас точно заложена настолько, чтобы платила ее на многих. Поэтому, услышьте, дайте обратные ответы и никакой сути не обрубайте людей. Это второе. Третье. Касаемо русских либералов. Русские либералы, так называемые либералы или оппозиции, или сопротивления, они нас не видят. И они никогда нас не будут видеть, пока мы будем разговаривать с ними на тоне доброты, равноправия. Нет этого и не должно быть у нас этого. Я так считаю. Никакого равноправия между нами. Они открыто заявляют, даже Навальный, тот же Ходорковский, что в национальных республиках или среди национальных движений нету лидеров, нету политической элиты и так далее. Почему нету? Потому что они нас не хотят видеть. Если бы они нас хотели видеть, то они бы тот же Ходорковский. Нашли бы десятки дагестанцев, чеченцев, казахов и другие представители других народов, ингушей и так далее. Но они нас не хотят видеть. Поэтому наша задача показать, что мы не с русскими, мы не с представителями русского народа. Мы представители, как здесь было сказано, автохронных народностей. И поэтому мы будем говорить о себе и представлять только себя. Хотят русские, мы для всех открыты. Наш брат русскому правильно говорит, мы открыты для всех. Пожалуйста, идите и говорите сами. Но ни в коем случае мы на поводу у кого-то идти не будем. Это однозначно. И в то же время мы никогда не должны прощать то, что с нашими народами творилось. Поверьте мне, я был старшим тренером сборной Дагестана 15 лет. Я знаком с такими представителями народов, которых здесь, наверное, мы здесь редко увидим на наших дискуссиях. Эти единицы народностей, которые остались после истребления Российской империи на тех или иных территориях. И эти народности, к большому сожалению, они сами говорят, мы себя называем русскими. Я говорю, ну слушайте, русскоглазый смогли бы. Ну какой ты русский? Меня Борис зовут, называет меня Якут себя. Меня Борис зовут. Меня Ислам зовут, говорит. Я русский, я христианин. Меня Ислам зовут. Вы представляете, какая катастрофа в головах представителей оккупированных народов России. Поэтому мы должны четко обозначить, что мы не русские. И что русские это не мы. И мы не русские. В этот момент должен четко просвиживаться. Мое мнение. Я, может быть, и не русский. Я не руссофоб, это точно. Одна из моих жен, она русская. Она родила мне сына. И я не считаю, что я их тоже ненавидит всех. Нет, ни в коем случае. Но мы должны четкую линию проводить, кто есть русский, кто и не есть русский. Поэтому, братья, мы должны в своей программе, пожалуйста, Ержан, убедительная просьба. Программу развития партии, видение. Вот то, что вы составляли, вы сказали несколько лет назад, 5 или 10 лет назад. Пожалуйста, скидывайте эту программу. Давайте знакомиться. Давайте мыслить правильно и принимать будем участие в том, что мы хотим создать. И от того, что мы сегодня будем поддерживать нашего брата Руслана, которого лично я люблю как родного брата. И то, что так же, Ержан, их ага, мы ничего не потеряем, кроме того, что укрепим себя. Юридически, политически. Как, друзья, вот сегодня очень приятно увидеть, я первый увижу нашего брата Азар или Азар. Как зовут? Азар, Азар. Азар, Азар, да, это прекрасно. Давайте видеться, давайте общаться, давайте развиваться вместе. Если никогда не буду, я попрошу, как это было, 24-го, я проводил пресс-конференцию в Киеве. Вы же меня поддержали. Я благодарен. Давайте будем поддерживать каждого, кто захочет ввести какую-то там свою линию политических взглядов, политические партии. Я думаю, что мы не распыляемся этим, мы просто еще больше внимания обратимся в силу. Ну, мое мнение. Глупое, молодое, но это мое мнение. Нет, все правильно, аргументированно, полностью согласен, Ахмат, брат, Рахмет. Здесь у нас никаких споров нет, Азар там надо, наоборот, что сказал Ержан, критически. Я вообще всегда, ну, потому что если ты критически не мышь, то у тебя нет позиции. Критически всех мы должны все обточить, потом явить миру что-то. Вот так. Ну, я думаю, может быть, Виталий скажет, вот Гинсберг у нас представитель славного еврейского народа. Тоже национальное меньшинство. Добрый день, добрый день. Я не могу себя позиционировать как представитель еврейского народа. Я принимаю участие практически во всех платформах оппозиции. Допустим, я постоянно участвую на заседании форума свободных народов. Я постоянно участвую в заседаниях съезда народных депутатов и в форуме свободных народов. У меня есть одна идея, которую я там пытаюсь донести. Это вся проблема, о которой сейчас мы говорим, она описывается одним термином. Иррационализм. Это всем абсолютно понятно, что Российская империя и всё, что и до сегодняшнего дня, они абсолютно иррациональны. Если рассуждать рационально, то этой империи бы давно не было. Все бы спокойно развивались бы. Но, к сожалению, это не получается. И я пишу много на эту тему про русский мир и так далее. И я до критерий иррационализма, я, допустим, десять ипусами. У нас сейчас нет времени, я не буду даже на этом. На сегодняшний день, как выйти из этой ситуации? Это рационализация. Рационализация, на моём представлении, имеет три возможных варианта. Первое. Мы уже с вами, Иржан, до этого говорили. Фантастически. Если сегодня, представьте себе фантастическую нереальную ситуацию. Все субъекты России, все народы России решили добровольно создать российское государство. Это нереальная ситуация. Мы её даже не обсуждаем. Но второй вариант, соответственно, каждый народ, каждый субъект сегодняшний, он имеет право на самоопределение. Это абсолютно право, которое существует изначально, исходя из всех международных, правовых и так далее. Во-вторых, оно существует ещё и потому, что на сегодняшний день Россия не имеет источника легитимности. Она никем не учреждена. Источник легитимности пытались создать в 1917 году. Временное правительство, оно не поставило политическую задачу, прекрасную Россию. Оно поставило вопрос о создании учредительного собрания. И на этом пути вы ставите, что где-то избирались делегаты, где-то не избирались, образовывали свои государства самостоятельные, происхождение, кто даже этим не управлял. Но эту идею присепли на корнюк и опять создали абсолютно ту же империю под другим флагом. Единственный вопрос, что 1917 года у империи был хотя бы источник легитимности в виде Бога. Царь говорил, что он представитель Бога, и всё это от Бога. А 1917 года вообще никакого источника легитимности не было, кроме силы, кроме кремлёвской власти, кроме террора и так далее. Соответственно, второй вариант – это распад России. Ну, полностью распад. Тоже маловероятен. Поэтому третий вариант – это компромиссный вариант. Какие-то народы, какие-то народы могут учредить Российскую Республику добровольно, а кто-то останется независимым. Далее, далее стоит вопрос о том, что вот вы когда говорите про Игоря Яковенко, я вам могу сказать и другую вещь. Что форум «Свободная Россия» до 2022 года, вопрос вообще-то независимости и прав... Как правило, он старался... Не то, что там кто-то табуировал этот вопрос. В 2022 году, я помню, в августе, в начале сентября был форум в Венесе. Там многие люди поставили вопрос о том, что хватит нам... Не надо уходить, а избегать реального вопроса. Реальный вопрос – это распад России. И давайте мы будем, в общем-то, его не игнорировать. И вот с тех пор, с тех пор, на самом деле, там очень часто этот вопрос звучит. И тот же Игорь Яковенко на последнем форуме, он говорил, что мы говорим о какой-то прекрасной России будущем. Давайте говорить о прекрасном Урале будущего, о прекрасной Сибири будущего, приказа в Дальнем Востоке будущего и так далее, и так далее. Чего мы уходим от этого? Так вот, как раз я... То, что я говорю, это в русле ничего не противоречит. Ничему не противоречит. Я как раз говорю, что все народы России имеют... Они субъекты. Они могут выстроить свою... Они могут и имеют право выстроить свою независимость. Они имеют право не участвовать в дальнейшей России, и участвовать по своему... Это должен быть выбор народа. То, что процесс распада России предопределен, на мой взгляд, это даже не обсуждается. Я даже говорю о том, что сегодня функционирует план 5D. Хотя никто его не определил. Это деградация. Это дестабилизация. Это делегитимизация. Это демотивация элит и дезинтеграция. И вот то, что сегодня происходит в России, вот это описывается. Естественно, полураспад, который произошел в 1991 году, он и таким образом совершился. Дальше нужно сегодня, мне кажется, не обсуждать. Имеют право, не имеют право. Это не предмет обсуждения. Сегодня должны обсуждаться пути достижения вот этого. И второе. Я вот два года назад на форуме свободных народов, когда там пытались сформулировать декларацию, мы уперлись в некоторый пункт. И я говорю, что, ребята, поймите правильно, нам нужно сейчас очень четко определить союзников для этого вопроса и послать правильные сигналы. Правильный сигнал заключается... Вот я услышал очень внимательно, очень рад услышать Руслана. Он собирается во Франции и так далее. Главный вопрос на сегодняшний день, это не то, что люди стремятся к ней, стремятся и седать ей свободу, никто не учитит Россию и седать свободу. Главное, чтобы все во мире поняли, что распад России, он имеет определенные риски. Не те, о которых Путин говорит, ядерное, там все это совсем другие. Он имеет определенные риски. Но эти риски гораздо меньше, чем риски существования продолжения существования России в виде такого иррационального государства, в котором власть, это по сути дела, это организованная система террора и коррупции, сконцентрированная в Москве. Это хуже всего, потому что вот эта власть, которая никем не учредена, никому не подчинена, никем не контролируется, она может сделать все, что угодно. Развязать войну в Грузии, развязать войну в Чечне, развязать войну в Украине, где угодно. Вот эти вопросы я пытаюсь на всех этих платформах доносить. И если у меня появляется возможность разговаривать в рамках форума или там вне форума с зарубежными политиками, я тоже пытаюсь донести. Кстати, между прочим, в прошлом году я в Европарламенте во время форума встречался с некоторыми депутатами. И когда мы говорили о России, ее мнение, что вы, что вы, там, Навальный, это все очень важно, ни в коем случае распад, нельзя, надо обменить. Сейчас все, вот в Вильнюсе уже эти же люди были на форуме свободных народов, присутствовали, и уже абсолютно нормально. Поэтому нам нужно именно в Европе, не в России, в России нет субъектов, именно объяснить свои позиции, что вот распад России — это реализация права народа на самоопотеление. И она гораздо безопаснее для всех, чем надежды на хороших каких-то либералов, которые смогут сделать. Ничего они сделать не смогут. И что-то еще, извините, что-то... Хорошо, ладно, все, спасибо, потому что я хотел еще сказать, но мысль... Эржанбей, можно, да? Спасибо. Давайте. Эржанбей, можно? Да-да, Исабей. Я профессиональный военный, и 17 лет прослужил в советской армии. Я, секунду, Исабей, Исабей, вот мы 8 человек собраем. Здесь нам лачин подключился, лачина асалам в алейкум. Сейчас попозже мы вам слово предоставим. Смотрите, 8 человек, два выпускника военной академии. Вот Виталий... Виталий Гинсбург можно я кое-что перед там я сейчас на таком месте нахожусь что с интернетом большие проблемы тут не знаю у меня будет потом возможность оставаться 5 минут если после осадок секунду смотрите я буду два выпускника военной академии гинсбург и садыков люди я 17 лет прослужил советской армии молодые годы действительно верил что общая родина мы все братья и прочее прочее у меня был один чеченец сержант в основном основной состав у меня был как всегда кавказ и он не отдавал честь моим офицерам и как-то офицеры начали жаловаться вот я вызвал его что он не отдает честь вот я говорю как почему ты ведь я прошу вас не заставляйте меня отдавать честь тем кто уничтожал мой народ депортировал какая депортация какое уничтожение они нас спасали и прочее и прочее это где-то середина 80-х годов последующие годы в восемьдесят девятый год был горбачёв который получил этот самый премию нобелевскую премию события в грузии восемьдесят девятый год 9 апреля где было десятки грузин были из уничтожены была брошена армия 20 января 90-го года в баку где сотни людей были мирных которые выходные на мирные демонстрации этот самый либерал ельцин который развязал войну на кавказе в грузии в азербайджане а то в чечне где было потеря уничтожен 30 процентов населения и пришел вот этот негодяй который сегодня продолжает ту же политику навальные заявляют мы найдем всех тех кто хочет развалить россии этот самый ходорковский который оправдывает по сей день войну в чечне он поддерживал финансирую поэтому я внутри тоже русофоб я честно я не скрываю я презираю презираю за то что они делали с моим народом грузии за то что они делали в азербайджане я я извиняюсь я скажу я не говорю об этом я делаю свое дело и я тоже остаюсь применение что россию оставлять в этом составе невозможно нельзя я не не думаю и не уверен в том что чеченцы смогут жить вместе с ними в одном союзе или как как угодно то же самое и дагестанцы азербайджаны грузии те народы которые перенесли себя на себе вот все те тяжести вот эти потери эти войны которые украинцы те самые славяне братья о которых мы говорили тогда когда в 90-е годы была к война на кавказе они еще были братья когда нужно было уже дистанцироваться от них поэтому азербай этот самый наш он молодой но он еще не знает вот что на самом деле какие события имели место в 90-е годы вот и какие репрессии были в отношении тех самых братьев тех самых малых народов я не думаю что кто бы не пришел к власти россии нынешней россии они продолжат вот эту политику гнета уничтожения и потребление поэтому мы должны делать что и мы делаем и создаем и координируем те народы которые хотят получить независимость хотят это и боюют борются за эту независимость они должны получить эту независимость оставлять россию в этом составе это значит предстоящие войны опять вот эти интриги опять вот эти противостояния то же самое как и причем 90-е годы когда стравливали братские народы грузии в азербайджане и других регионах сегодня украины поэтому я хочу сказать мы будем делать свое дело выкарбин мы объединяем наши усилия против общего врага на протяжении веков кто нас истреблял кто уничтожал кто депортировал россии кто навязывал эти войны поэтому мы объединим захотят они жить с нами пусть идут к нам мы к ним идти не хотим жить с ними не хотим рахмет и сабин ну давайте лачин мамишев ну давайте это лачин вы слышите меня да тогда слышу а вы в курсе да вот что цель наши конференции здесь это представься пожалуйста здесь тебя неправильно сейчас как слышно мне да потому что я на таком месте нахожусь на острове тут вообще интернет очень большая проблема значит со многими мы знакомы лично вот ахмад ахмадов мой дорогой брат русланом кутаевом и садыковым и виталий гинзбургом мы тоже встречались на этот в брюсселе когда у тебя рука была сломана помнишь я тебе дал рецепт ваша да 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 я ел бульон я ел бульон да 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 езжа нам тоже единственное кого я первый раз по чаю это наш брат азат ают тумаев когда группу ахмад ахмад меня добавил я тогда задал вопрос просто нам надо знать каковы цели задачи нашей группы и для чего мы здесь все собирались вкратце я просто хочу описать наше деятельность мы занимаемся правозащитной деятельностью президент нашей организации займап кашаева а займапы наверно все вы слыхали знаете она номинант многих премий и берлинали в том числе берлинали она получила премию за фильм о котором они которого снял швейцарский режиссер эрик беркурт и антонио бандерас лично прилетел чтобы выручить эту награду ей поскольку когда он познакомится ознакомиться ее биографии он лично прилетел у нас есть в швейцарии видео архив чеченских войн которые мы храним в банковские ячейки это прямые доказательства военных преступлений россии в чеченской республике ичкерии относительно россии я слышал ваше мнение россия вот моим латин мамищев вице-президент европейского дома мира мира да 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 живет в швейцарии друзья чтобы понимать значит вот эти архивные материалы видеокассеты 1200 часов в течении 10 лет задокументированы я услышал ваше мнение о россии россия это считайте что в нашем организме это вирус как только мы чуть-чуть будем слабеть россия будет сильным она нас она нас мечту я считаю императоры и недавно когда я был всемирном форме демократии пассе и там тоже я задал вопрос европейским политикам что вы верите ходорковскому который финансировал войну в чечне или спросите у ли на больно почему она молчит украине значит моя борьба я кратко хочу вам написать моя вся борьба моя вся сумма и жизни борьба против россии российского империализма потому что моем азербайджане 5 колонна россии разрушила всю нашу жизнь жизнь моего отца мою жизнь я потерял свою молодость потерял свою нас все потерял и до конца своей жизни я буду вести эту борьбу кто будет в этом пути я рядом с ними в любых начинаниях любых вопросов и только единственная моя просьба в группе давайте вот вас от группы будем по существу какая у нас концепция каковы у нас цели задачи это описать письменном виде чтобы каждый из нас знал что хотим для этого какие у нас есть возможности и какие есть перспективы и что каждый из нас может вложить в эту борьбу вот это все хотели бы сказать я очень извиняюсь если вдруг внезапно зашел и не очереди проси время поскольку сами понимаете интернета нет тут из-за этого просто не мог не присоединиться поскольку я считаю если у меня пригласили я обязан принимать участие отлично рахмет лошин рахмет все по сути если у кого-то есть какие-то вопросы пожалуйста можете задавать я готова ответить на любые вопросы ну смотрите лачен мы уже час лишним разговариваем наверное вы я сейчас буду завершать вот это начальный разговор я считаю удачный хороший разговор у нас сложился две инициативы выдвинута на этой конференции первое создание партии а коренных автохтонных народов условно по память партия автохтонных народов евразии вторая идея выдвинута русланом кутаевым постоянно действующий форум организовать стою за освобождение путь к свободе я считаю что в принципе ну и давать я не буду это это ребята мы как это принимаем да это все или как голосовать не нужно здесь принимаю двумя руками мать я согласен поднимаю и жанр и кое-что я хочу добавить до первую очередь как бы не верили в европейскую демократию европейской ценности я извиняюсь самой французской это фуфло это лицемеры у них двойные стандарты вот недавно вот в этом всемирном форме демократии когда начал критиковать эмануэла макрона две журналисты наехали на меня наверно ахмеды многие видели это мое вступление у меня было складывать такое ощущение что со мной разговаривать там мария захарова и если мы сами не будем о себе позаботиться не будем друг друга уважать друг друга поддержать поверьте европейцам плевать у нас они не заинтересованы в развале россии я это знаю как человек который варится в этом котле уже давно это первое такое меня очень очень меня загибает смущать неблагодарность украинских политиков очень неблагодарна виду себя почему они всегда особо отмечают кадровцев они погибших чеченцев грузинов азербайджанцев дагестанцев за украину почему они акцентируются на этом а вы знаете сколько азербайджанцев погибло там примерно 400 яркий сын самый такой достойный сын чеченского народа и сам бригадный генерал погиб за украину почему-то они всегда находят национальных предателей и это представляет это первый второй во всех международных мероприятиях в каком-нибудь я принимаю участие всегда представляю интересы украины как за свой азербайджан но украинские общественно-политические деятели видят себя очень аморально там очень высокомерно такое ощущение как будто весь мир им должен я им в лицо сказал неоднократно и буду это повторять и где бы ни было мы ничего не должны им должны европейцы мы кавказцы 400 лет воюем с россией мы потеряли своих самых достойных самых ярких сновей в этом бою когда не считали россию своей не знаю братом православом братом славянам и они тоже такой же викторий как к нам относились а слава богу что проснулись поняли то но я считаю что мы это им должны донести до их внимание вот милане в глобальном форме госсекретарь ну просто я не хотел с ним ссориться там госсекретарь украины или в других мероприятиях просто ведут себя очень недостойно и пытаются нам навязать украинский язык на английском не говорят на немецком не говорят русские ненавидят и хотят чтобы мы с ними говорили на украинском нет извини дорогой я не буду говорить на украинском никогда в жизни это для меня ненужный язык если хотите мы вам помогаем у вас идет война вы должны обогащать список своих друзей а не то что сделать так чтобы все от вас отвернулись я считаю что немножко они разбалывались немножко надо показать объяснить суть жизни вот что я хотел сказать огромное спасибо за внимание я земляку могу возразить чуть-чуть не и сам очень возразить но я могу сотни пактов тебе приводить я согласен я согласен у каждого свое мнение но сегодня украина воюет и за нашу независимую благодарны украине давай так договоримся мы за свою независимость отвоевались воевали достаточно но мы знаем вот как и гуманитарной помощь вот а я за азербайджан говорю сколько азербайджан гуманитарной помощи без азербайджана очень уважаемый хотя бы не не вы поймите правильно я лично украину поддерживаю 14 месяцев берли я со своими друзьям открыл бутик секунд одежды мы раздавали бесплатно одежду украинским беженцам и намного больше я денег пожертвовал украине чем эти псевдо патриоты которые мне хотят двух-трех лет не их годовой бюджет я пожертвовал украине если назову сумму многие из вас скажут что ты наверно идет я это все сделал не потому я говорю ну наглеть не надо надо с уважением другим тоже отнести и не надо нам навязывать украинский язык могу почему я должен говорить на украинском языке если не нравится тебе русский давалицко английский немецкий азербайджанский дагестанский аварский чеченский пожалуйста просто язык для меня как инструмент это я сколько еще вниз я извиняюсь я перебиваю ваши вот эти я требования я вижу есть некоторые я сам наблюдаю ситуация обоснованно но мы здесь вы правильные саби и говорит политкорректность должны здесь применять есть никакой политкорректности в отношении российских у меня нету а в отношении украины политкорректность она уместна первое второе мы здесь рассматриваем другую тему тема вот объединение вот две идеи я первый уважаемый это руслан кутаев он предлагает постоянно и постоянно действующий форм так союз за освобождение путь к свободе это значит постоянный орган международный мы полностью всецело поддерживаем вся эта новая идея предложил создать партию партия автохтонная народов евразии куда должны войти не только представители россии как мы вот видим здесь сколько нас человек сидит 788 человек из них четверо не является гражданом россии два гражданина азербайджана на 1 казахстана 1 туркменистана я своем обращении прибалтов и это другие республики всех привлечь все силы как советский союз создавался вот этими мужчинами всех народов такие мы должны всех народов привлечь с обратной целью расформировать вот на это вот нам акцентировать внимание мы найдем взаимопонимание украинскими политиками они будут вот правильно говорить мне тоже был я пытаюсь там канал давайте использую буду говорить это приглашает военных у них там какой-то был телефон там они на украинском я говорю украинский не понимаю вы отвечаете пожалуйста на русском я это же ваш интерес вот как латчин говорит они нет на русском ну ладно что я сделал теперь это ладно не предмет вот нам самое важное сейчас вот так сделать прорывные вот люди которые передо мной сидят десятки лет некоторые ведут работу большую работу огромную работу правильно вот сейчас это мы все понимаем и виталий гинзберг подчеркнул россия на грани развала не будет россии вот что будет вот здесь мы должны сказать вот что будет евразийские народа автохтонные мы должны мы хозяева мы здесь хозяева вот это нам надо заявить но опять же грамотно политкорректно культурно находя и со швейцарским вы швейцарии живете там совсем может язык найти мы должны сформировать вот эти концепции если вот у руслана тема отдельно пускай работает наше партийное отдельно и со всех этих орудий бить на развал потому что независимость дагестана чечни казахской республики алаш зависит от развала российской федерации а российская федерация то что это свою очередь русский мир фашистский мир пятая колонна вот я на этом стою потому что я эту тему глубоко изучал практически как ученый можно можно знаете что я думаю вот мы знаем лицемерия мирового сообщества если это будет формате политической партии политическое движение не думаете ли вы это немножко лишить нас получить какую-то международную поддержку на потому что это будет общественное скажем если движение они по-другому будут реагировать а если будет эта политическая партия они уже сами знаете европейцев и не первый год в этом деле немножко они как-то будут с осторожностью подойти к этому например я когда был представителем чеченской республики чкерри в швейцарии многие европейской политики боялись не хотели со мной иметь встречу а сейчас я вице-президент смотрите лачин вы правильно охарактеризовали вот этих политиков европейских они много другие я им говорил вот эту свою аналитику делаю они и рафинированные но на них нельзя обижаться их не жизнь политическая она один год один год два месяца сам зеленский уже четырех поменял премьер министров велика британии он уже и фамилии не запоминает понимаете там цикл и прожан я извиняюсь можно два слова я скажу пожалуйста я думаю участники конференции две идеи создание политической партии твою идею и создание международного форума они поддержат теперь я думаю нам от того что мы сколько бы не обсуждали поддержать я сейчас поставил бы практический вопрос уважаемые друзья коль я вот этот презентовал эту идею международного форума если вы мне поручаете я этот вопрос буду развивать подготовлю место где мы могли бы встретиться платформу определить и если вы возлагаете эту задачу на меня я с этой задачей буду работать езжан предложил создание политической партии значит я как член ну участник конференции предлагаю тебе езжан взять на себя эту задачу создание политической партии сколько бы мы не говорили бы необходимо создать его чтобы где-то на какой-то платформе люди собрались проголосовали и онлайн должны проголосовать принять решение и придать это огласке всему миру что путем проведения или онлайн конференции или практической конференции собрались или учредительный съезд что люди собрались и учредили политическую партию поэтому я бы сейчас попросил бы если участники конференции нашей сегодняшней или как мы его называем я не знаю если вы поручаете мне заняться и довести до логического осуществления в этом случае я могу взять на себя со своими товарищами о создании и представлении следующий раз информации и подготовки его но я думаю что езжан если он презентовал идею партии он должен взять его на себе мы поддерживаем полностью мы это возлагаем на вас по партии я хочу сказать я вот я хочу чтобы иса садыков тоже со мной вместе работали это он тем более тоже один из инициаторов идеи которые я вот выдвинул недавно оказывается он еще 22 года ходил в коридорах украины этот пытался доказать видите жизнь сама толкает мы даже не сговаривали потом вот езжан это то что ты предлагаешь это было тоже теперь в режиме сама толкает навальный говорит я не политик навальная ходорковский где я не политик и вот здесь мы должны зайти мы должны зайти заявить свои требования права ну иса садык вы не будете против ждать чтобы нет нет работает 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 и работал над этим я думаю что вы вот поддержим руслана руслан то что в наших силах и возможностях мы всегда с вами всегда поддержим то что касается непосредственно юристов руслан по моему вы говорили да у нас есть один юрист он заканчивал тоже он живет долландии если есть другие кандидат кандидатуры допустим которые могут посодействовать помочь нам и подготовить все необходимое для того чтобы мы зарегистрировали вот эти организации нашей здесь европе то они могут нам посодействовать помочь должен выступить я только что лан матч меня по моему не так понял так остро отреагировал на это и до этого и с вы тоже остро отреагировали я просто хочу сказать на данный период я я вам объяснил пускай наше движение ну продолжится потом вот эти российские либеральные кто захочет они присоединятся просто россия больше ну так скажем столько такая пропаганда работала что даже нац меньшинства автотонные народы как вы объяснили в том же самом астрахани астрахани в аврополе туркменов и проживают казахи проживают но они больше сейчас данное время поддерживать кремлевскую власть потому что они монкурят стали манкуртами они 724 слушать эти всякие что россия впереди всего из-за этого нам сперва надо придется мобилизовать этих же тех же самых туркменов казахов других нац меньшинств казанских татаров элементарно взять башкиров а некоторые из них они вообще прям поддерживают кроменскую власть я с ними тоже общаюсь я даже обучался в стамбуле в университете и тогда вот приезжали такие нац меньшинства из россии они полностью топят за путина и вот это я хотел сказать вот насчет навального и там подобное даже политиками не считаю потому что ну они хотят захватить власть вы правильно сказали и они даже свое время у навального цитата была первую очередь этих черножопых уберу из страны говорил так кавказ пускай едут свой кавказ да да центральные азиатские страны пускай едет в свою центральную азию там таджикистан или куда-то и там подобное если они на нас не считают мы тоже их не будем считать и насчет там русский народ если взять вы все все прекрасно наверное знаете по чайкурскому соглашению наша территория оказались современного азербайджана и туркменистана современном иране там проживает 6 миллионов туркменов с 40 миллионов азербайджанцев там проживает под генет пирсицы я просто не хочу такого вот этот триболизм вести за это я просто подчеркнул что это исторически и в будущем практика ну не сотворять вот эти ошибки благодарю еще раз спасибо друзья я очень извиняюсь я сейчас должен уже выходить поскольку уже мне надо выехать и потом уже не с никак не смогу ехать отсюда я сейчас у друзей всем огромное спасибо значит руслан относительно постоянного форма я за это за и за то что ты предложил что ты возьмешь на себя эту ответственность а это тоже за потому что ты профессионал ты государственный деятель все сделаешь четко профессионально об этом у меня нет ни малейшего сомнения и было бы хорошо если это в письменном виде все было бы в нашей группе или формате файла чтобы мы знали каковы наши цели каковы наши задачи исходя из этого чтобы дальнейшем каждый из нас что-то может внести свою репту всем огромное спасибо не изложил тебя не было я это две страницы я их помешу и там четкое представление о чем идет разговор огромное спасибо если русло завтра тебе будет удобно завтра после во второй половине дня я тебя хочу спрашивать у меня есть кое-какие вопросы обсудить это всем огромное спасибо желаю всем нам удачи в этой нелегкой борьбе и обязательно развалим всем салам покойной ночи ну один час тридцать две минуты поговорили обсудили соглашение пришли можем этот первый разговор завершать принципе дальше будем проводить работу я буду проводить дискуссии где-то устраивать но любом случае это тоже нужно отрабатывать это виталий гинзбургом отдельно мелочи нам тоже с азатом подискутируем тут ничего такого нет я бы еще хотел бы этот всех вас и не попросите но по идее хотя и ничего не такого глупого не сотворил мы просто я младше от вас я 90 года рождения и опыта конечно же как у вас у меня нет ну мы внутренние туркменскую политическую жизнь увидели и политическим деятельности занимается а у нас только внутренне политическая система наместником кремля сидит сейчас клан беру мухаммедову и геополитику к сожалению я никогда и не заходил за это у меня опыта поменьше чем у вас у всех уважаемых яшлы но яшлы у нас старейшины если дословно на русский вы все аашки мои за это опытом меньше но научусь вас смотри казахи тридцатые годы и двадцатые годы когда басмачествовали потеряли половину нации там речь идет о 2-3 миллиона населения вот сейчас украина сколько сотни тысяч потеряла весь мир сполошился чеченцев даже не заживаем рано сколько 300 тысяч погибли до 23 миллиона никто об этом не говорит как будто так и должно быть поэтому когда говорят русский мир у меня волосы дыбом стоят вы поймите просто я корректен максимально я политкорректен все мы решение приняли значит будем работать по двум направлениям успехов нам наших благородных делах спасибо всего до свидания всем спасибо